МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На еженедельном аукционе Европейского центробанка по предоставлению ликвидности банки Еврозоны заняли у регулятора солидную сумму – 21 миллиард евро. Это в шесть раз больше, чем прогнозировали эксперты. Причина заключается в сильных опасениях инвесторов из-за кризиса в Испании. Эти аукционы позволяют финансовым институтам региона отдалшего деньги по нулевой процентной ставке сроком на одну неделю, чтобы выполнить свои текущие долговые обязательства. В результате в этот вторник 33 банка Еврозоны получили от Европейского центробанка самую крупную сумму денег с марта этого года. В итоге была сломана тенденция, согласно которой банки постепенно снижали свою зависимость от наличности Европейского центробанка с 2015 года. Эксперты считают, что такое поведение европейских банков может быть признаком того, что финансовые институты опасаются колебаний на рынке финансирования. Если вдруг Каталония попрощается с Испанией, тогда банки региона будут потенциально изолированы и не получат доступа к ликвидности Европейского центробанка. Президент России Владимир Путин заявил, что распространение криптовалют несет серьезные риски для мировой экономики. Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также инвестиционным активом. Вместе с тем, использование криптовалют несет серьезные риски с точки зрения возможности отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма, заявил Путин. Он отметил, что особая опасность заложена в самом процессе эмиссии криптовалют. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, ничем не обеспечены, заявил президент Российской Федерации. На его взгляд, единственный способ нивелировать эти риски – это выстроить регуляторную среду, которая будет защищать интересы граждан и бизнеса при использовании криптовалют. Столица Греции 9-10 октября стала центром обсуждения важнейших вопросов развития торговли и транспортных коридоров между Европой и Азией, передает Казинформ. Первый в своем роде деловой саммит, организованный в Афинах под знаковым названием ЕС «Евразия-Китай» построение мостов с востока на запад собрал в одном зале более 500 представителей ключевых государств, транснациональных и логистических компаний, ответственных за развитие транспортных коммерческих потоков товаров и услуг через Европу и КНР. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, рассказав о сопряжении инфраструктурных проектов Нурлы-Жол и «Один пояс, один путь», сообщил, что в республике за годы независимости построено более 2500 километров железных и около 4000 километров автомобильных дорог, создан современный сухой порт Харгос на границе с Китаем и модернизирован и расширен порт Актау на Каспийском море. По его словам, эти усилия создали возможности для открытия новых логистических ворот для перевозки грузов через Казахстан в Европу и обратно и увеличения транзитного контейнерного грузопотока через страну в 100 раз к 2016 году. Международный валютный фонд прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в следующем году на уровне 2349%, передает ТАСС. Такие данные приводятся в прогнозно-аналитическом докладе МВФ относительно ближайших перспектив мировой экономики. При этом в апреле специалисты МВФ ожидали, что инфляция в Венесуэле в следующем году составит 2000%. В 2017 году рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 652,5%. В апрельском прогнозе показатель по итогам текущего года мог составить 720%. В прошлом году инфляция в Венесуэле достигла 254%. Это самый высокий показатель инфляции в мире. Так, ближайший преследователь Венесуэлы – Демократическая республика Конго, инфляция в которой прогнозируется на уровне 41,5% в текущем году и 44% в 2018 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok